Всем привет дорогие друзья! У нас не было трансляции после матча с Ахматом, там было что обсудить, мы этого не сделали, поэтому я решил записать видео с своими мыслями по поводу этого матча, по поводу судейских решений, по поводу игры отдельных футболистов Локомотива. И когда готовился к этому видео, пришла информация, которая естественно сейчас у всех на устах, естественно все ее будут еще очень долго обсуждать, это закрытие московских спортивно-массовых мероприятий, на которые планируется более 5000 посетителей. Естественно сюда попадает российская премьер-лига, естественно домашний матч Локомотива сюда попадают в том числе. Пока этот запрет действует до, кажется, 10 апреля, но ничто не мешает его продлить. И это решение не подается вообще никакой логике, потому что откуда взялась цифра в 5000 человек? Неужели 4000 человек на стадионе не передают коронавирус, а 5000 это уже критическая масса, после которой начнется эпидемия? Ну согласитесь, странное утверждение было бы. И потом 5000 на стадионе в Лужниках и 5000 на стадионе, например, Динамо, это абсолютно разные. 5000 в Лужниках может и не увидят никогда друг друга, а 5000 на Динамо это вполне себе заметное количество болельщиков. При этом не останавливается метро, не останавливается работа торговых центров, школ, детских садов, тех мест, где по 5000 человек тоже бывает в день. А то и больше, да, средний там торговый центр в Москве наверняка пропускает народу больше, чем вся российская премьер-лига вместе взятая. Тем не менее, нет, вот здесь мы работаем, там остров мечты открылся прекрасно работает, а вот спортивно-массовый на открытом воздухе нет. Этого нельзя по обозу и подобию европейских стран. Но в Европе уже большое количество подтвержденных случаев этого коронавируса и там вообще матчи проходят без зрителей. И это можно было бы понять, да, если бы вы сказали, что вот все спортивно-массовые мероприятия будут проводиться без зрителей. Но вот это вот 5000 это какая-то просто профанация. И честно говоря, я просто не понимаю и не могу принять такого странного решения. Но из любой ситуации можно найти какие-нибудь благоприятные выходы. И, например, Локомотив может прямо сейчас закрыть стадион на реконструкцию. И раз уж все равно на нем нельзя проводить матчи, и неизвестно, можно ли будет проводить их после 10 апреля, то, ну вот, собственно, закрывайте и можете уже начинать работы. Если, конечно, вы их действительно планировали. Ну а теперь к матчу с Ахматом. Игра виделась довольно тяжелой, потому что Ахмат, в принципе, команды довольно вязкой, довольно тяжелой, но при этом обладающая довольно яркими исполнителями, молодыми и интересными. В частности, вот Филиппо Визео. Это футболист, которого достаточно долго сватали то в Локомотив, то в ЦСКА. И вот осел он все-таки в Ахмате вместе с другими довольно интересными футболистами. Что Понце, что Роши, что другие бразильцы, которые регулярно у них там появляются. Думаю, не без помощи нашего знакомого Родолфа. Это очень интересные ребята, за которыми интересно следить на футбольном поле. Хотя при этом с Ахматом у нас довольно неплохая статистика, и рассчитывание на победу все-таки могли. Но главная проблема, это, конечно, как Локомотиву забивать. В этом матче Локомотив довольно много моментов создал, но при этом Локомотив забил всего один раз. Из тех, что засчитали, еще один гол Криховика отменили за игру рукой. Матч с Зенитом закончился эпизодом стычки Баринова с Бариусом. Оба получили по желтой карточке, но для Баринова эта желтая карточка стала восьмой, из-за чего он тур с Ахмата пропускал. Довольно ожидаемо, что место Баринова в опорной зоне занял Макеев, который двинулся вперед. А, соответственно, на фланге появился Рефад Жамаледдинов. Тогда Алексей Миранчук ушел в центр, Жоу Мариус слева и в нападении Эдер. 4, 2, 3, 1. Это тоже схема, хорошо знакомая Локомотиву. По ней часто играли. Локомотив играл здорово. Примерно минут 60 всей игры. Первый тайм, наверное, можно целиком занести в актив Локомотиву. Второй тайм где-то минут 15 неплохо Локомотив поатаковал, после чего Ахмат прихватил инициативу к своим рукам. Последовали довольно частые дальние забросы, один из которых привел к тому, что на 85-й минуте примерно Ахмат получил право на пенальти. Тоже об этом отдельно поговорим. Атаки у Локомотива мне понравились. 4, 2, 3, 1. В целом схема, которая не всегда гарантирует Локомотиву качественную игру в атаке. Качественный заход в штрафную площадь, передачи в штрафную площадь. В матче с Ахматом это было. И мне понравились, в принципе, что действия Алексея Мирончука, что Рефата Жамаледдинов и, конечно, Эдера, который очень здорово, как обычно, себя проявлял именно в подготовке. А так зацепиться за мяч, скинуть его куда-нибудь в сторону. В этом матче он и в штрафную частенько забегал, что тоже, в принципе, не часто у него встречается, но в этом матче мне понравилось. К сожалению, те фланговые передачи, которые у нас регулярно проходили, это и у Рефата Жамаледдинова, и у Алексея Мирончука, не завершались акцентированным ударом по воротам Городова, что, конечно, серьезно, очень серьезно мешает Локомотиву забивать голы. Ну, фактически, одна подобная атака, тоже правый фланг, который в этом матче действовал очень хорошо, завершилась все-таки тем, что Мирончук вошел в штрафную, отдал передачу на Эдера. Эдер своим длиннющим замахом все-таки катнул мяч между ног защитнику и под дальнюю штангу. Это было здорово смотрелось, это было здорово. И Эдер большой умничка, но боюсь, что часто такие голы забивать не получится. Замах все-таки был очень большой, а защитников Ахмата в штрафной было почему-то очень мало. Ну, главной-главной темой, как я уже сказал, это были, конечно, судейские решения, и я их не понимаю. Казалось бы, эпоха ВАР должна привести к тому, что непонятных судейских решений не останется. То есть, то, что вот раньше списывалось на то, что судья не заметил, судья увидел под каким-то другим углом, что-то как-то, перспектива какая-то изменилась, судья видит не ту картинку, которую видит зритель, поэтому принимает другие решения, и это можно было понять. Но теперь судья видит ровно те же самые повторы, что показывают нам. Однако решения, которые он принимает, непонятны ни болельщикам, ни экспертам, ни комментаторам, ни тем, кто в студии Матч ТВ сидит, ничего не понятно. Вот есть штрафной удар. Игрок знает, что Жоау Марио подходит к мячу и будет либо навешивать, либо пробивать. То есть, он ждет акцентированный удар. Все. На неожиданность, на маленькое расстояние здесь ничего не спишешь. 9 метров это довольно внушительное расстояние. И убрать руку ты всегда можешь. Что делает игрок? Он сначала руку ведет вверх, в груди, а потом резко отставляет и бьет ей по мячу. Да, рука внизу находится, но не заметить вот это вот движение вот отсюда с ударом по мячу, по-моему, невозможно. Однако, Левников сначала не заметил его, либо посчитал, что оно не является нарушением правил. Затем Вар позвал его к монитору, Левников посмотрел повтор и утвердился в своем мнении. Что тут еще нужно знать? Как работает Вар? Да, нас много уже в последнее время обучали тому, как работает Вар. Много интервью было и у Карасева, и у других представителей судейского корпуса. Это довольно важно, потому что многие до сих пор не очень понимают. Когда зовут судью к монитору, когда и судья Вар, и его помощник уверены, что произошла какая-то очевиднейшая ошибка судьи. То есть два человека в судейской комнате Вар были уверены, что вот так вот, как сыграл защитник Ахмата, играть нельзя. Они зовут, чтобы сам Левников убедился в этом. Потом Левников приходит, смотрит в монитор и говорит то, что да нет, все нормально, все, продолжаем играть. Это еще раз возвращает нас к той же самой теме, которая была и в матче с Зенитом. Там тоже была игра рукой Ракицкого, да, если помните, прижал локоток, но мяч в этот самый локоток попал. Я говорю, что судьи сами не понимают, когда им свистеть руки. И несмотря на все эти семинары, на все эти сборы, которые они проходят друг с другом, никакой ясности у них все равно не появляется. Один судья считает, что это рука, другой судья считает, что это не рука. Хотя эпизод, ну, абсолютно очевидный. Здесь ничего, никаких дополнительных факторов нету. Нету, вот как я говорю, неожиданности, нету каких-то отскоков, ничего нет. Есть штрафной, есть удар по мячу, есть рука. Но один судья считает по одному, что это пенальти и зовут, соответственно, Левникова к монитору. А сам Левников считает, что это не пенальти. Как это объяснить, я не знаю. РФС тоже объяснять не собирается, судя по всему. Но как смотреть футбол, я, честно говоря, не понимаю. Потому что получается, что банально ни я, ни комментаторы этой игры, ни эксперты в студии Матч ТВ не знают футбольных правил. Потому что они не понимают этого решения. Но РФС ничего объяснять не собирается. Второй момент тоже ключевой. Случился вот на 85-й минуте. Начался с того, что прошла очередная довольно дальняя проникающая передача в нашу штрафную. Если до этого с ней справлялись, то в этом моменте, к сожалению, упустили игрока. Филиппа Визеу пошел на перехват Гильерми. Многие ругают Гильерми за этот перехват, видимо, да, опять же, за восклики комментатора, куда он побежал. Но мне кажется, что особой ошибки там не было. Эпизод завершился удалением вовсе не из-за того, что Гильерми куда-нибудь... Эпизод завершился удалением вовсе не потому, что Гильерми куда-то побежал. Если бы он остался на месте, принципиально ничего бы не изменилось. Потому что после этого эпизода Филиппа Визеу сместился к лицевой линии, потом вернулся обратно, пробил по перекладине. И только после этого пошел удар, который заблокировал Кверквели. Ну, да, конечно, Гильерми, наверное, мог сыграть и поудачнее. Например, чуть раньше выскочить и забрать этот мяч. Здесь снова случился эпизод с рукой, на этот раз рукой Кверквели. И снова непонятно. Нас учили, много раз нас учили, что если мяч попадает в руку от собственного тела, то это называется техническим браком и, соответственно, не является нарушением правил. Окей. По новым правилам, да, если ты выставляешь руку над головой и мяч в нее попадает, то неважно, как он в нее попал, с какого расстояния он в нее попал, это пенальти. Потому что неестественное положение. Окей. Но при чем здесь красная карточка? Потому что нынче в штрафной площади красную карточку дают только за умышленное лишение и явные возможности забить гол. Непонятно, как Левников определил, в какую сторону вообще после того, как мяч ударился о ногу Кверквели, этот самый мяч полетел. Рука находилась довольно высоко вверху. Значит, можно предположить, что после контакта с ногой мяч полетел резко вверх. Ударился об руку и улетел уже куда-то дальше. Хорошо пенальти. Но там и Гильерми в воротах, и мяч не пойми, куда летит. Откуда здесь явное лишение возможности забить гол, да еще и, так как это красная карточка внутри штрафной, без желания сыграть в мяч. Именно это сейчас важно, потому что в качестве отмены тройного наказания, если игрок пытается сыграть в мяч, то, соответственно, красной карточки здесь нету, да? Ну, нарушил правила, да, получил пенальти, да, там желтую карточку получил, но не удаление. Здесь, извините, но Кверквели сыграл в мяч ногой. Да, мяч отскочил от ноги в руку, ну, бывает, но... Красная за что? Хорошо, что Локомотив подал протест, и, возможно, хотя бы этот момент нам прояснят. Потому что, ну, блин, ну а как смотреть футбол? Вот снова возвращаюсь к этой теме. Ты смотришь футбол и понимаешь, что ты вообще не понимаешь правила. Ты не знаешь, какое решение примет арбитр в той или иной ситуации. И раньше, да, когда вот не было вара, ты списывал на то, что, ну, возможно, там, судья как-то это по-другому увидел. Сейчас такого нет. Сейчас есть два судей на аварии, сейчас есть главный судья, который может посмотреть монитор. А мы все равно не понимаем их решения, никто нам их не объясняет. Это очень сильно раздражает. Но, но... Локомотив все равно провел хороший матч. Большое спасибо Гильерме за то, что выручил, за то, что отбил пенальти. Большущая умница, но в целом команда себя проявляла хорошо. Я, на самом деле, даже особо не могу никого в негативном свете выделить, потому что и Гильерме хорош, и Керквелия большущий молодец, да, что бросился под этот удар. И Чурлук отличный матч провел, да и Мурила, который вышел ему на замену, тоже, в общем-то, не испортил ничего. Стас Макеев вообще, по-моему, лучший игрок двух последних матчей. Как он играет, как он отрабатывает, везде успевает. Ну, огромнейший молодец. И Рифаджи Малединов, да, там первые 60 минут здорово очень напрягал правую бровку. И Леша Миранчук 10 обводок попытался, 7 успешных, это очень крутой результат. Ну и голевая передача, не будем забывать. Да, конечно, Миранчук тупил и несколько очень перспективных атак запорол своей тупкой. Хочется ему иногда подзатыльник отвесить на футбольном поле, но все равно он остается одним из лучших. И у нас в команде, и во всем чемпионате. Жоу Марио тоже, в общем-то, несколько эпизодов очень здорово решил, но хочется больше, да, понятное дело от Марио. Но при этом нет такого ощущения, как на сборах, когда прям вообще горело с его движения, с его решений. Может быть, следующий матч будет еще лучше. Ну и Крыховик и Эдер тоже огромнейшие молодцы. Как обычно, огромный просто объем работы проделывают, и к ним, ну, обычно минимум претензий, и по этому матчу в том числе. Следующая игра очень важная, по многому определяющая игра с Ростовом. Я думаю, что Локомотиву точно не будет просто, в том числе, опять же, по той же самой причине, что забивать у нас просто некому. И это громадная проблема для нас. Но главное, главное, наверное, то, что боязнь матчей осени, это наша оборона. То, что мы сами себе моменты создаем, привозим и умудряемся чуть ли не в свои ворота сами забивать. Мне кажется, она прошла, и сейчас Локомотив в обороне действует более-менее сложно. Отчасти связываю это, в том числе, с Макеевым, который неплохо забетонировал опорную зону. С ней у нас были большие проблемы. Но и центральные защитники, мне кажется, сейчас действуют гораздо лучше и гораздо сложнее, чем это было в концовке осени. Так что ждем Ростов и надеемся, что результат нас устроит. Ну и надеемся, что ситуация с коронавирусом как-то разрешится. Продолжение следует...